Девушки отдыхают В сводках, как начудил пьяный коп при фронтовом Мариуполе. Новогодний Трамп, сколько гостей пригласил к себе хозяин Белого дома. Крайний, как говорят на фронте, день в году не принес долгожданной тишины. В зоне АТО зафиксировано до полусотни обстрелов боевиков. И все же украинские солдаты готовятся к Новому году. В елочных украшениях появились даже новые тренды. Геннадий Вивденко продолжит. С Новым годом! Командир, помнишь, как ты меня закидывал? Район Авдеевки. Наводчик с боевым опытом Кристина. Согласно Минским соглашениям, бьет только снежками. Прямой наводкой по своему командиру подразделения тяжелых гаубиц. Это вторая линия обороны. Артиллеристы готовят праздничный ужин. В меню свыше 20 блюд. От Оливье до Курченоков. 24 человека. А что дают, то мы и ради. Мира ожидаю. Надеюсь, что скоро все это закончится. Этого хочется больше всего. Во дворе по соседству соорудили все, что положено к празднику. В этом сезоне новогодние фронтовые украшения не напоминают о войне. Военная новогодняя елка к 2017-му новому году. На ней ни одного атрибута войны. Ни гильз, ни гранат, как было прежде. Бойцы вкладывают в это особый смысл. Свои ожидания от будущего года. Хочется что-то более цивилизованное. Чтобы немного навеялось святым, а не войной. Не патронем, не гранат. Нет, нет, нет. Боже упаси. Те же настроения и на Светлодарской дуге, на передовой. Из военных украшений только труба от гранатомета на елке. Место традиционной звезды. А игрушки какие у вас будут? Ну, естественно, не гранаты. Медик с позывным стоматолог за прошедшие две недели с товарищами вынес шесть погибших украинских воинов и 15 раненых. К празднику в его распоряжение поступил санитарный броневик МТЛБ. По-военному Маталыга. Получается, новая Маталыга. Это новогодний подарок? Да, да, да. Типа подарок. И завершая украшать елку, артиллеристы все же выносят под дерево четыре гильзы от крупного калибра. Новогоднюю ночь военные все же на чеку. Геннадий Вивденко, Иван Матриченко, Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. С нового года военным в зоне АТО увеличат доплаты тем, кто находится на первой линии до 6 тысяч гривен, на второй до 2400. Об этом заявил президент Украины. Петр Порошенко сегодня прибыл на передовую в Донецкую область вместе с делегацией американских сенаторов во главе с Джоном Маккейном. В Широкино президент заслушал отчет о ситуации в секторе М, где продолжаются обстрелы украинских позиций. Я озвучил печальные цифры. В этом году в зоне АТО погибли 211 военных. Порошенко поблагодарил за службу украинских бойцов и вручил подарки морпехам из 36-й отдельной бригады, которая держит линию обороны. Очень спасибо вам за эту огромную и очень важную службу, которую вы здесь несете, защищая мир, спокойствие, защищая нашу родную землю от российского агрессора. Сегодня, на передень нового года, когда через несколько часов мирная Украина, мирный украинский народ будет святкувать Новый год, именно от вас зависит мир и спокойствие нашего народа и нашей страны. И я, как президент, и как верховный главнокомандующий хочу поддякувать каждого из вас. Благодарю вас за вашу службу и за вашу жертву, и за жертву ваших побратимов, которых больше нет с нами. Я убежден, вы одержите победу, а мы со своей стороны сделаем все возможное, чтобы обеспечить вас всем необходимым. Но ваши победы возможны не благодаря технике, а благодаря вашей храбрости. Глава БСЕ посетит Донбасс. С 1 января в организации председательства это Австрия, министр иностранных дел страны Себастьян Курц намерен отправиться на восток Украины, чтобы оценить ситуацию в зоне конфликта. Как сообщает Deutsche Welle, со ссылкой на австрийский МИД дипломат проведет на юге Донбасса два дня. Я напомню, что ранее министр выступил с предложением смягчить санкции против России. Он подчеркнул, что в отношениях с Москвой нужно менять тенденции и на каждое позитивное развитие событий реагировать ослаблением ограничений. Отметил приближение нового года и сам отметился в уголовных сводках. Пьяный полицейский едва не снес главную елку в прифронтовом Мариуполе. БТП произошло накануне вечером. Обо всем подробнее смотрим далее. Центр Мариуполя, театральная площадь, на часах около 7 вечера. Внезапно с проезжей части вылетает иномарка. Шевроле Авео зацепило граду главной городской елки и остановился буквально в полуметре от нее. Военнослужащие, которые дежурили рядом, рассказывает, водитель бросил машину и пытался скрыться. Мы его задержали моментально, отделили на ручники и вызвали сотрудников полиции. Но он невменяемый, может быть даже и наркотический, может алкогольное опьянение. Свидетели утверждают, водитель не тормозил, никого не убил и не покалечил только потому, что в тот момент возле елки почти не было людей. Сам тоже не пострадал. В автомобиле сработали подушки безопасности. Когда вышел, буквально не держался на ногах. И скорая, которая прибыла для медицинского освидетельствования, его выносят на руках и увозят в райотдел. Давайте его вынесем туда, к автомобилю. Живой хоть здесь будет. Нет, он живой, никаких проблем. Алкогольное наркотическое опьянение под вопрос. За ноги возьмите. В машине задержанного нашли его водительские права и служебное удостоверение. Виталий Присяжный оказался действующим сотрудником полиции. Работает в областном управлении по защите экономики нацполиции. Сколько выпил или находился под действием наркотиков, станет известно после экспертиз. Патрульные составили протокол за вождение в нетрезвом виде. Присяжному грозит штраф 10 200 гривен и лишение прав на год. А вот какой будет реакция руководства нацполиции и МВД? И уволят ли нарушителя из правоохранительных органов, неизвестно. Полиции пока только сухо констатируют факт ДТП с участием их сотрудника. Ольга Иванченко, Анна Бечки, Николай Рябченко. Подробности телеканал Интер. Донецкая область. Авидиопольский убийца рассказал о своих мотивах. Я напомню, что накануне под Одессой в ходе спецоперации был задержан местный житель Дмитрий Погорелов. Полиция подозревает его в жестокой расправе над семьей, где он работал наемным водителем. Погорелов убил и обезглавил 42-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь. Затем планировал устроить масштабный теракт в Одессе. Протаранить грузовиком толпу людей. Сегодня правоохранители сообщили, задержанный сознался, что мотивом к совершению этих преступлений стала месть. Правда, за что Погорелов мстил и почему выбрал именно этих людей для расправы, не сообщают. Тайна следствия. По решению суда его уже отправили под арест. Без права внесения залога Погорелову грозит пожизненный срок. Две Андоры, три Мальты и шесть Лихтенштейнов. В 2016 году Генпрокуратура через суды вернула Украине 94 тысячи гектаров земли. Так читался на своей странице в Фейсбуке глава ведомства Юрий Луценко. Такую площадь он сравнил с территориями некоторых государств. Кроме уже упомянутых, это 16 Сан-Марина и 480 Монако. А одной из главных задач Кабмина в 2017 году станет ускорение процесса децентрализации. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер Владимир Гройсман. По его словам, эффективное управление на местах способствует развитию инфраструктуры, строительству дорог, школ и детсадов. В качестве успешных примеров децентрализации премьер назвал город Южный. Там, по словам главы правительства, за год благодаря реформе бюджет вырос на 32%. Заложники в собственном доме, житель Днепра вместе со своей 80-летней матерью не могут ступить в шагу за порог. Опасаются, что потеряют жилье навсегда. Люди заявляют, у них пытаются отнять земельный участок с домом, терроризируют и запугивают. Кто и какими методами действует, разбирались мои коллеги. В окружении вооруженных людей Александр Горкуша с матерью пенсионерка живет уже почти 20 дней. В декабре весь двор пожаловали неизвестные. В неизвестных балаклавах дежурят во дворе круглосуточно. Хозяева не выходят из дома, боятся, что не попадут обратно. Это уже пережила их родственница. Молодой человек с охраной, мы вас не пускаем. А я говорю, так вы ж меня выпустили. А он говорит, нет, никого не пускаем. Хозяевам объясняют, у них приказ охранять землю. Дескать, она уже принадлежит другому человеку. Никаких документов при этом не показывают. Выяснять, кто такие охранники, принялись друзья семьи. Это ВПК Айдар. ВПК. То есть военно-патриотический клуб. Вопрос, какие патриоты могут заниматься отжатием частной собственности у людей. Александр общается с нашей съемочной группой через окно. Чтобы не услышали охранники, связываемся по мобильному. Мужчина говорит, их пытается выжить из дома. Отрезали газы, бригадировали котельню. А на днях хотели выбросить их из дома силой. Борьба за землю, где стоит дом Александра, началась задолго до этих событий. Сырбор начался из-за того, что участок был в залоге у приватбанка. В 2008 году мужчина выступил поручителем у своего напарника по бизнесу. Тот брал займ 600 тысяч долларов. Но кредит не вернул. Банк решил забрать себе залоговое имущество. В 2015-м приватбанк получил право через суд. Причем первая инстанция приватбанку отказала в продаже этого имущества. А апелляционная инстанция, ну, очень быстро, как-то скоропостижно, я бы сказала, вынесла решение, которым разрешила приватбанку на свое усмотрение продавать земельный участок. И вот они его продали за 300 с чем-то тысяч, вроде бы как, фирме «Стейтселлинг». Продажа состоялась буквально за несколько дней до национализации приватбанка. А фирма, которая теперь является якобы законным владельцем участка, зарегистрирована по тому же адресу, что и сам банк. Отправляемся туда. Александр Горкуш обратился в генпрокуратуру, просит разрешить ситуацию. Пока на Резминской разбираются, подал иск в суд, оспаривая договор купли-продажи. Судебное заседание назначено на 30 января. Елена Миндалюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал «Интер», Непропетровская область. Е-декларации могут оказаться недоступными с 1 января. Связано это со стартом второго этапа электронного декларирования, говорится на сайте украинских спецсистем. Пишут, что количество одновременных сессий может увеличиться до 70 тысяч, а ресурсные возможности рассчитаны всего на 5. В сообщении подчеркивают, что число декларантов может достигнуть 2 миллионов человек, в то время как программа способна обработать и хранить только миллион отчетов. В сообщении отметили, что поднимали этот вопрос и просили о модернизации, но ее так и не начали. Более 100 украинских туристов в третьи сутки не могут вылететь домой из аэропорта города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах. Одна из путешественниц на своей странице в фейсбуке написала, что официальная версия отмены рейсов это туман. Хотя утверждает она, что другие самолеты взлетают, но пассажирам, которые направляются в Киев, не дают добро. По словам туристов, Киев держит в терминале и не расселяет. При этом туроператор якобы знал о проблеме. С просьбой прокомментировать ситуацию мы обратились в украинское консульство и вот что нам рассказали. Украина перебивает в веб-зоне. Им предложены все условия, которые можно предложить в этой ситуации. Однако, даже перебивание в веб-зоне не является оправданием того, почему они не смогли вернуться в частности к Украине. Поэтому здесь ответ на это вопрос должен найти авиаперевозник и туроператор, который организовал всю туристическую подорожь. На сегодняшний день Украина перебивает в аэропорту, пытается регулировать существующую проблему. Мы надеемся, что в течение этого года, 2016-го, граждане Украины вернутся на материнский. Мы пытались дозвониться и туроператору, но сегодня его телефоны не отвечают. По крайней мере, 28 человек погибли в Багдаде, еще 54 человека ранены. Два взрыва прозвучали сегодня в самом центре столицы Ирака. Двое террористов-смертников подорвались в толпе возле магазина автозапчастей. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство». Восемь человек задержали в Турции по подозрению в подготовке теракта в новогоднюю ночь. Об этом сообщает турецкое издание «Надалу». Задержали мужчин в ходе спецоперации в Анкаре. Все они члены группировки «Исламское государство». Также сообщается, что в рамках спецоперации сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, касающиеся местной ячейки террористов. В Новый год со старыми страхами Европа и мир усиливают контртеррористические меры на период празднования 2017 года. Как обеспечивают безопасность своих граждан в разных странах? Наш британский сапкор Светлана Чернецкая. Уже через несколько часов эта территория в самом центре Лондона будет забита до отказа. На традиционные новогодние фейерверки возле Биг Бена продали 100 тысяч билетов. Такое массовое скопление людей – потенциальная цель для террористов. Поэтому меры безопасности ужесточили максимально. После атак джихадистов Бельгии, Франции и Германии, Великобритания делает все, чтобы не стать следующей. Вооруженные офицеры будут патрулировать центр Лондона, подземку и вокзалы. Выводят на дежурство и полицейских в гражданском. А главным нововведением этого года являются бетонные заграждения. Их устанавливают едва ли не во всех европейских столицах. Преграды должны воспрепятствовать таким терактам, как в Ницце и Берлине, когда грузовик врезается в толпу людей. В основном мы предприняли те же меры безопасности, что и в прошлом году. Но из-за недавних атак решили еще заблокировать доступ к определенным районам, установили баррикады и ввели усиленную проверку людей. До 6 января в Мадриде запрещен проезд грузовикам в местах большого скопления людей. По всей Европе опасаются атак террористов-одиночек. Мы все должны быть бдительными и просим французов не беспокоиться во время празднований, наслаждаться, но быть очень внимательными ко всему, что происходит вокруг. Ну а туристам в Европе приходится привыкать к виду вооруженных до зубов офицеров возле новогодних елок и главных достопримечательностей. Туристы рассматривают это скорее как преимущество. Усиленное патрулирование создает ощущение защищенности. Я чувствую себя в безопасности. Нельзя менять жизнь только потому, что есть люди, которые хотят тебе зла. Если мы будем их бояться, значит террористы добились своего. За океаном тоже предпочитают не рисковать. В одной из самых безопасных стран мира Австралии в новогоднюю ночь развернули целую спецоперацию. На прошлой неделе здесь раскрыли сеть джихадистов, готовящих серию атак в праздничные дни. Главные достопримечательности Сиднея мы охраняем и на земле, и на воде. Усиленные патрули будут дежурить целую ночь. Надеемся на лучшее, но готовы ко всему. А в Индонезии к охране правопорядка привлекли армию. Около 20 тысяч военных патрулирует главную площадь Джакарты. Еще 5 тысяч полицейских дежурят на пляжах и в городе. И пока в Европе только готовятся к Новому году в океане, он уже наступил. Меры предосторожности сработали на отлично. Инцидентов, связанных с терроризмом, не зафиксировали. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер. Об угрозе терроризма не забывают мировые лидеры даже в праздничных речах. Ангела Меркель сегодня сделала основной акцент на этой проблеме в своем новогоднем поздравлении. Выступил уже и Барак Обама с последней новогодней речью в качестве президента. Продолжит Юлия Мендель. Исламский терроризм – самое большое испытание для Германии. Это главный тезис праздничного поздравления канцлера Ангелы Меркель. Она первой из мировых лидеров выступила в последний день 2016-го. И пожелала соотечественникам не терять чувство оптимизма, несмотря на окружающую опасность. Пообещала в следующем году сделать все, чтобы защитить народ от нападений. При этом канцлера отметила, ненависти нужно противопоставить демократию и общие европейские ценности. Они сильнее терроризма. Многое в 2016 году дало ощущение, что мир перевернулся с ног на голову. А то, что долгое время считалось достижением, сегодня вызывает сомнения. Как, например, Европейский союз. Мы, немцы, не должны верить, что можно строить лучшее будущее в одиночку. В последний раз из Белого дома поздравлял американцев Барак Обама. Он подводил итоги не года, а целых восьми. Рассказал, как создавал рабочие места, возвращал военных из горячих точек, как победил Усаму Бен Ладена. Традиционно призвал нацию к единству. Мы должны продолжить начатое, помогать молодежи получить образование, бороться с дискриминацией, ужесточать правила игры на Уолл-стрит и защищать планету для наших детей. Это то, к чему необходимо стремиться. Всем вместе. Не спешит с поздравлениями Франсуа Алланд. Хотя для него это тоже последнее выступление в Новый год в качестве лидера нации. А вот король Бельгии пошел на опережение. Филипп поздравил поданных сразу и с католическим Рождеством, и с Новым годом. Говорил о безработице, безопасности, опасениях простых людей за свое будущее и своих детей. Монарх уверен, все это преодолимо. Я хочу, чтобы мое поздравление стало посылом надежды. Мы можем создать более сплоченное общество. Уверен, именно люди, а не различные институты смогут укрепить доверие к демократии. Я искренне надеюсь, что это будет происходить в нашей стране и по всей Европе в 2017. Хотя в Европе и усиливают меры безопасности, но, конечно же, в каждой стране надеются, что Новый год встретят мирно. Так как его уже отпраздновали первыми в Австралии с яркими фейерверками. Юлия Миндаль, Вадим Сверидонов. Подробности. Брюссельское бюро телеканала Интерн. Праздник в компании Трампа. Новый американский президент решил встретить Новый год в окружении восьми сотен гостей. Где именно будет отмечать Дональд Трамп и кого пригласил, Дмитрий Анопченко знает точно. Огромная территория во Флориде со своим пляжем. Роскошный отель, номер в котором не снять, доступ есть только у 500 членов клуба. Дональд Трамп последние два десятка лет проводил здесь Рождество и Новый год. И, став президентом, решил не изменять традиции. Прилетел и в этом году. И останется в Мара Ларга сегодня вместе с женой Миланьей и сыном Бареном. Чтобы встретить наступление 2017-го подальше от нью-йоркской холодной погоды. Вот только гостей пришлось пригласить чуть больше, чем обычно. Глава государства все-таки. Пресса выяснила, будут восемь сотен человек. Принадлежащий политику канал Трамп ТВ даже ведет прямую трансляцию от самих дверей. Журналисты ждут, когда начнут прибывать гости. Активисты штаба Трампа, политики, знаменитости, в том числе Сильвестр Сталлоне. Остальных голливудских звезд показательно решили не звать. Ведь в ходе гонки они поддерживали Хиллари. Именно из Флориды Трампу придется выйти в прямой эфир. В прошлую новогоднюю ночь во время трансляции Fox News он обещал ведущим, что ровно через год, то есть сегодня, телекомпания снова сможет с ним связаться. Но станут называть уже не мистер Трамп, а мистер президент. Так что, нам прямо в Белый дом звонить? И мы к вам вообще дозвонимся? Без сомнения, я буду в Белом доме и обещаю вам, дозвонитесь. Тогда в это мало кто поверил. Сегодня от желающих похвастаться тем, что этот Новый год они встречали вместе с Трампом и даже перебросили с ним одним-двумя словами, не было отбоя. В программе празднования коктейль, где гости смогут познакомиться, новогодний ужин, живая музыка и танцы до часу ночи. Что удивительно, Дональд Трамп по-прежнему не изменяет своим бизнес-принципам. Бесплатные пригласительные получили считанные люди, а остальные заплатили за вход по 500 долларов, причем билеты разлетелись в считанные часы. Но уже 1 января политик вернется в Нью-Йорк, чтобы со вторника в Трамп-тауре на Манхэттене продолжить переговоры о формировании новой команды, которая вот-вот возглавит Америку. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, телеканал Интер. Ёлка, шуба, Новый год. Я не оговорилась. Так называют 31 декабря в Израиле, где много выходцев из постсоветских стран. И у них как водится шампанское и ёлочные игрушки. Как на Святой Земле прощаются с уходящим годом и встречают следующий. Сергей Ауслендер. Новый год на Святой Земле. От Эйлата до Вифлеема. Парады, барабанщики и толпы зевак, которым очень интересно, что же это за торжества, которые привезли с собой репатрианты из бывшего СССР. 25 лет ушло на то, чтобы изменить отношение израильтян к главному празднику года, который, как выяснилось, никакого отношения к религии не имеет и с христианством связан очень условно. Это для нас, рожденных в северных широтах, такое зрелище, да в такое время, конец декабря, обычное дело, но для Израиля это настоящий аттракцион, достопримечательность, если хотите, причем не для туристов, а именно для самих. Израильтян. Потому ель, хоть и искусственная, установленная в самом центре Яффу, привлекает столько желающих посмотреть, полюбоваться и сфотографироваться. Для гостей из Европы все это выглядит несколько диковато, а для местных – настоящее развлечение. Потому идут сюда целыми семьями – арабы, евреи, украинцы. Для одних это самый главный день года, для других возможность убедиться, что Новый год – это действительно весело. Да вы посмотрите, кто только сюда не приходит. Это здорово, весело, нарядно. Мне нравится, сыну нравится. А что еще нужно? Лет десять назад гирлянды и игрушки были дефицитным товаром. Их привозили с собой из Украины. Сейчас магазины забиты новогодней символикой. Ель можно купить, какую захочешь. Даже стали продавать натуральные деревья. Вот книжный магазин превратился на время в елочный базар. Книги они ведь всегда продаются, а сейчас разбирают шары и фигурки Дедов Морозов. В том же Вифлееме, где туристов сейчас не так много, предновогодние дни воистину кормят год. Моя семья живет в Вифлееме уже 900 лет и все это время держит лавку сувениров. Мы продаем фигурки святых, богородицы и тому подобные товары, которые охотно разбирают туристы, приезжающие сюда со всего света, чтобы посмотреть на церковь Рождества. Это одно из самых важных мест для паломников. Теперь в Израиле праздник не называют странным прозвищем Сильвестер, а на еврейский манер одним словом Новий год. И каждый политик, который хочет, чтобы его поддерживали русскоязычные избиратели, а таких в стране больше миллиона, обязательно поздравит их с Новым годом. Причем на родном языке. С Новым годом, Изухим и Карим. В ресторанах Хайфы и Тель-Авива не найти свободного места уже за две недели до конца года. Местные шефы давно освоили непривычные для них салаты, оливье и селедка под шубой. А продажи шампанского бьют рекорды. Не хватает только снега. Впрочем, откуда ему взяться на Ближнем Востоке? Сергей Руслендер, подробности Ближневосточное бюро телеканала Интер. Новый год в казино, в храме и у здания оперного театра. Где и как уже встретили 2017-й в нашем обзоре. Украинцы еще только готовятся к празднику, а вот в некоторых странах уже встретили новый 2017-й год. Первыми жители острова Рождества, небольшого государства, Кирибатия, расположенного в центральной части Тихого океана. В 13.00 по киевскому времени в 2017-й перешли новозеландцы. В крупнейшем городе страны Окленде тысячи людей собрались возле Скай-Сити, огромного казино в центре города, чтобы посмотреть праздничный фейерверк. В столице Австралии Сиднее устроили грандиозный праздник. Рядом со знаменитым оперным театром около двух миллионов человек смогли посмотреть зрелищное шоу. Небо над городом сверкало многочисленными салютами и фейерверками. Их было видно с расстояния 20 километров. Пиротехническое шоу длилось 12 минут. За это время в небо выпустили 12 тысяч салютных залпов и 25 тысяч комет. В Японии люди сначала с почтением провожают старое, а уж потом встречают Новый год. А когда на часах ровно 12, японцы начинают смеяться. Они верят, что громкий смех принесет им удачу в будущем. Также в первую новогоднюю ночь принято посещать храм. Монахи отбивают 108 ударов в колокол, и с каждым ударом уходит все плохое, что не должно повториться в новом году. В Китае Новый год, согласно традиции, переходящий праздник. Дата его празднования меняется в пределах 21 января-21 февраля. Уличные процессии – самая захватывающая часть праздника. Тысячи фонарей зажигаются, чтобы осветить путь в Новый год, который, как считают китайцы, окружен злыми духами. Поэтому их отпугивают хлопушками и петардами. В Объединенные Арабские Эмираты Новый год приходит дважды. Мусульмане с большим почтением относятся к лунному календарю. Однако светский Новый год празднуют, причем с восточным шуком и небывалым размахом. К примеру, в 2009 Арабские Эмираты даже вошли в Книгу рекордов Гиннеса, самым масштабным в мире фейерверком. Нет новогоднего настроения, тогда мы идем к вам, а точнее бежим. Так решили львовские активисты, которые пытаются популяризировать бег среди горожан. Они устраиваются беги каждую субботу. Сегодняшний предпраздничный в нарядах Санта-Клауса и Снегурочек были и тигры, и зайцы, и панды, и сказочные герои. Хорошенько размялись и побежали. Пять километров по скользкой дороге в заснеженном Стрийском парке веселя прохожих. Четыре, три, два, один! Ну а как с новогодним настроением в столице? На прямой связи со студией моя коллега Павлина. Добрый вечер. Как Киев уже готов встречать Новый год? Добрый вечер, Наташа. В Киеве сейчас хорошая погода как раз для встреч Нового года на улице. В столице ясно и около нуля. И скажу, что основные праздницы проходят теперь не на Майдане Зависимости, а проходят на Софиевской и Михайловской площадях. Между площадями разместился новогодний городок, где можно приобрести сувениры, а также отведать блюда из разных уголков Украины. На Михайловской площади находятся также аттракционы. Туда привезли из Франции 21-метровое колесо обозрения. Есть еще горки и ледяные скульптуры, но также еще там есть тоннель желания. И говорят, что все, что не пожелаешь там, должно обязательно сбыться. А мы сегодня услышали, что желали украинцы украинцам в новогоднюю ночь. Мы желаем в Украине мирного неба, здоровья, потому что если будет здоровье, то это основное. И защитники здоровья будут, и наши дети здоровья будут, и внучки здоровья. Мир, не было войны, чтобы люди были не нищие, богатые. Мы будем все помогать нашей Украине любимой. Мира, добра, семейного счастья, здоровья всем. А мы сейчас находимся рядом с Софийской площадью, где находится самая главная елка Украины. Напомню, ее привезли из Карпаты, из Анахронковской области. Высотой она 26 метров. Это на 2 метра выше, нежели в прошлом году. Весит она 10 тонн. И украшает ее гирлянда-рекордсменка длиной 3 километра. Люди приходят семьями, и с каждой минуты их становится все больше. Приходят в приподнятом праздничном настроении и готовы встречать новый 2017 год. Есть настроение праздничное. Получилось его сделать для нас, для всех киевлянин. Дуже хорошая елка в этом году. Найперевершеннейшая елка. Гарного вам дня, настрою. Наступающим Новым Роком. Новым Роком. Новым Роком. Ну, собственно, сама встреча Нового года начнется здесь, на Софиевской площади, в 10 часов вечера. Продлится до полтретьего ночи. Развлекать киевляне, гости столицы будут Государственные симфонические оркестры Украины, а также звезды украинской музыки. Студия. Спасибо, Павлина. Это была Павлина Василенко, Софиевской площади, где киевляне и гости столицы готовятся встречать, и кто уже встречает, 2017 год. Ну что ж, наш эфир подошел к концу. Вся наша команда, я лично от души поздравляю вас с наступающим Новым Годом. Только хороших новостей всем нам в 2017-м. Искренних улыбок, настоящей любви. Желайте, получайте, цените, осуществляйте мечты свои и близких. Уверена, Новый Год принесет нам только победы на всех фронтах.